В спортивном комплексе Светланы Хоркиной стартовали всероссийские студенческие игры боевых искусств. Принять участие приехали представители 18 вузов Центрального федерального округа. На церемонии открытия побывал Александр Коробов. Единоборство – это не просто спорт, а целое искусство. Открывали соревнования представители бразильской КПР. Один из вариантов перевода – порхать с места на место. Боевым танцем они рассказали о сути всех боевых искусств. Совершенствуя тело, развиваешься духовно. На студенческие игры приехали более 200 спортсменов. В течение двух дней на площадке проведут соревнования по семи видам единоборств. И нет такого, чтобы какое-то боевое искусство лучше другого. Во всех боевых искусствах закаляются одни и те же качества. Терпение, труд, сила воли. Для молодых спортсменов студенческие игры – это отличная возможность подняться еще на одну ступень мастерства. Первыми на татами стартовали соревнования по кёкусинкай карате. Поединки проходили по принципу «полный контакт». «Основные удары – основной корпус. То есть область груди, живота, ребра и почки. Иногда плечи прилетают. Это самые основные места, куда бьют. Можно бить по ногам. Вообще все удары в корпус можно. Нельзя бить только прямые в лицо. И все». Бейся до последней секунды боя и удара гонга. В таком стиле проходили встречи в ринге, где свою подготовку продемонстрировали кикбоксеры. По сравнению с другими боевыми искусствами кикбоксинг – молодой вид спорта, но популярный среди молодежи. «Я считаю, вот, например, если сравнивать с боксом, бокс более такой тактический вид спорта. Здесь, наверное, больше нужно завязаться, подраться чуть-чуть. А вот кто победил, тот сильнее оказался духом». Главным итогом окружных студенческих игр станет отбор на всероссийские финалы. Они пройдут в Москве 14 и 15 декабря. Александр Коробов, Максим Ховалкин, Вести Белгород.